Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Ну что, приступим. Доброе здоровье, уважаемые посетители моего канала. Значит, у меня цель этого видосика, это рассказать вам, как надо подходить в случае того, ну в случае заболевания. Вот, допустим, вы там заболели, и вот как женщина раньше начинает применять, что-то слышала, там, ага, голодать там буду, ага, там, питание буду делать, там, сыроедческое, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Как бы сказать, не понимая, а поможет это или не поможет. Ну вот, можно так сказать, да, вот, якобы слухи такие, все применяют, и я, почему бы это самое, не попробовать. Ну, перед этим, перед этим, я так читаю ваши комментарии и упоминания, и, так сказать, меня некоторые зацепили. Самое последнее. Значит, Малышева-Малахов на этот видос был сделать комментарий Халида Хамиделинова. Ага, вот что она пишет. Вот меня интересует один вопрос. Каким чудом Малахов попал ведущим, то есть я попал ведущим на телевидении? Предположу, жена еврейка, по-другому, думаю, никак. Сразу же скажу, я этот вопрос очень подробно осветил несколько раз, поэтому я так особо не буду распространяться. Смотрите видосы, все уже есть, все подробно рассказано, там, показано, кто приглашал, что там это и так далее и тому подобное. Вот себя могу добавить. Как-то, знаете, аж мне немножечко стыдновато становится за мысль, которая пришла. Но, а пришла вот такая мысль. Просто перед вами сидит феномен. Феномен. Он сам не хотел особо на это телевидение, но, тем не менее, решено было оттуда. Дан, так сказать, указ и сложилась так ситуация, так обстоятельства. Меня пригласили на телевидение. Более того, я сам ушел, никто сам не уходит. Я об этом тоже говорил. Сам ушел, просто ушел, никого не поставил в известность. Нет, ну до этого там что-то я пытался объяснить руководству, но... И через некоторое время меня опять пригласили на телевидение. Пригласили. Вот это чудо, чудо, понимаете? Это вообще-то действительно чудо. И кто был на телевидении, тот знает, понимает, что чтобы стать ведучим... О-о-о-о! Тут мало жены еврейки, там надо... Ну, так. Короче, все это рассказано. Поэтому смотрите, смакуйте, что, что и как. Я об этом рассказал. Далее. Даниэл. Про керосин разъяснение. Написал. Керосин можно вколоть внутримышечно, тонизирует и омолаживает. А зачем колоть его внутримышечно? А неужели нету иных путей введения саму же керосин внутрь организма? Мы сейчас не будем говорить, там, когда человек... У медиков-то, по-моему, называется перурально, то есть через рот принимает. Даже клизбу мы не будем говорить. А если потереть пятки керосином, если смазать те же пятки, если сделать, ну, на пятке там втирание, то же самое все всосется в организм, то есть попадет в кровь и пошло. То есть не надо ничего вколоть. То есть какие-то неестественные методы, которые вот используются, уколем и вырежем, потом вставим, потом будете на таблетках сидеть, чтобы не было отторжения. Это так уже мне немножко повесло. Ну, можно же без всего этого обойтись. Что обязательно надо что-то там вколоть? Теперь вернемся к самому последнему видео киста яичников вопроса. Вот тут женщина применяет, ну, я вам письмо это прочитал, оно здесь изложено в комментариях, что что и как вот она как-то применяет, как у нее там сложилось свое видение, как вот эту, грубо говоря, болячку кисту яичников надо побороть. Я же неоднократно вам указывал, опять-таки в медицине существует такое понятие, по-моему, оно называется анамнез, может я там ошибаюсь, суть его заключается в том, что больной человек приходит к доктору, и прежде чем доктор что-то сделает, помимо того, что он направит его там на анализы, я так понимаю, вначале, вначале идет разговор, доктор начинает спрашивать. То есть человек пришел с кистой яичника, а доктор спрашивает, а чем вы до этого болели, что у вас там было, как у вас там эмоциональная атмосфера, что там в семейном платье, что там на работе, были ли какие-то там заболевания, типа там ангины, это там, допустим, а у вас там белые были, и в частности может задать такой вопрос, а были ли у вас запоры, и потом, ага, где там нанечковые заболевания, не нанечковые, белые, покажите язык, язык покажите. И потом еще дополнительно, то есть у врача создается мнение, что могло бы послужить причинами заболевания, допустим, яичников, то есть киста появилась, плюс он еще дополнительно отправит на анализы, чтобы человек сделал анализы, и тогда вот назначает следующий прием, и он уже получает полную картину, ага, он знает вашу жизнь, что, что, как вы питались, были ли запоры, не были, волновались, не волновались, аборты делали, не аборты делали, какие заболевания перенесли, плюс еще смотрит по анализам, по анализам смотрит, говорит, о, да у вас тут, смотрите, глисты имеются, да у вас тут имеются, это самое, там, хламидии какие-то там, вот, у вас там, не вылеченные, там, допустим, там, гонореи, там, или еще что-то нам такое, там, в запущенном каком-то виде, вот, у вас молочница, там, ну и так далее, и на основе этого уже, так сказать, делается, значит, лечение, то есть назначаются те или иные препараты для того, чтобы убрать, то-то, 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 то есть не прямо на яичники, там, подействовать, а сначала подействовать на причины, которые привели к этому, ага, значит, допустим, у вас там хламидоз, значит, вот, пожалуйста, полынь, там, еще там, ну, я по-своему говорю, там, значит, какие антибиотики, естественно, значит, тройчаточку попринимали, значит, полыночек попили, коруивы или осины, значит, какие-то запоры у вас еще продолжаются, а вы просто считаете, да, запор, это ерунда, там, можно, мол, якобы с ним жить, и ничего он там не делал, помимо того, что отравил ваш организм и привел к тому, что у вас образовалась киста на яичниках, которая начала теперь болеть и беспокоит вас, а так вы с этими запорами дальше жили и наживали бы другие заболевания, то есть, и вот так вот разливается этот ком, значит, противопаразитарка, нормализация работы кишечника, попутно очищение организма идет с помощью хлизмения, дальше с помощью чистки печени, значит, не обязательно жесткие методы, есть мягкие методы, смотрите, не думайте, что только масло и лимонный сок больше ничего нету, там очень много чисток, короче, смотрите, далее, питание, естественно, меняется, а какая у вас двигательная активность, двигательная активность налаживается, а что у вас там в голове творится, какие там эмоции преобладают, значит, вот это вот, и пошло, 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 нормально, нормально что-то пошло. Так вот, я вам хочу еще привести пример, который, у меня тут идет переписка, что вот у человека какая-то опухоль на носу, какая-то опухоль на носу, естественно, у женщины это все видно, естественно, это все беспокоит и так далее. Так, вот она пишет, добрый день, уважаемый ГП, спасибо большое за ответ, проголодала 12 дней, вышла из голода, сил не было совсем, последние два дня почти полностью проспала, сильно истощена, вес 40 килограмм, рост 166 сантиметров. Наверное, надо было потерпеть еще потому, что на голове выходила слизь и пожелтел язык, то есть началось очищение печени есть, то есть желчные шлаки пошли, язык указывает, да, и выходила слизь, слизь говорит о том, что какая-то болезнетворная микрофлора. По виду слизи можно там что-то, конечно, определить, либо же, если уж на то пошло, сделать анализ, что это такое. Так, итак, сегодня трое суток, как я вышла из голода, язык все равно желтый, потому что все это идет. И, почему? У меня хронический гепатит B, то есть голод зацепил, это все началось, вот это выковыривается, не так тогда просто все выковыривается, но тем не менее, да. Значит, вы смотрите, был хронический гепатит и продолжался, да, и продолжается хронический гепатит, а человека беспокоит на носу вот новообразование. Почему? Пьем, а, желтый почему? Да потому что желчные шлаки, организм, знаете, на голоде он разгоняется, и у него, хотя человек и выходит, но инерционно дальше запустились вот эти очистительные процессы, и они еще продолжаются некоторое время, они не сразу все прерываются. Это не то, что, знаете, как пояс, пояс нажал на стоп-кран, он начал тормозить, и еще метров 100-200 будет катиться. Пью яблочный свекольный сок, компрессы с упаренной мочей на нос я делаю еще с августа. Во время голода опухоль обостряется, краснеет, после выхода из голода красоты немного меньше. Ну, я все веду, этот самый, как бы сказать, подвожу вас к тому, а с чего вот это вот и гепатит мог возникнуть, и с чего в конце концов образовалась и опухоль-то на носу. На носу, не даром где-то там, знаете, на ухе там, а именно носу. И почему? Я сейчас это все вам укажу, и вы просто удивитесь, ну, светоч есть светоч, да? Сейчас, после глиняных компрессоров с мочегоном стала кожа облазить. Может с ними повременить, но тут, когда глиняные катаплазии делаются на область носа, зачем эта глина с урины, она натягивает, то есть она сосет вот эту вот мерзость, которая имеется, ну, и так далее. Соду и тройчатку пить через две недели после голода, тут задается вопрос. Через две недели дайте организму восстановиться, тогда начнете. Так, тройчатку пила в декабре последний раз, а потом опять голодать. Здесь как-то важно понимать, что те процессы, которые создаются на голоде, и которые позволяют убить опухоль, они, как правило, начинают разворачиваться в полную мощь только где-то после трёх недель. Ну, я вот на своём как-то опыте убедился. После трёх недель выдержит ли человек это или не выдержит, это вопрос. Значит, тут можно другие вещи применять. И вот мне 52 года. Это я перечислил, вот если человек у него что-то такое болеет, я так, знаете, сразу же на вскидку. А вот это было, а вот это было, а вот это было. И чё, мне 52 года, молочницей болело, герпес, хламидии были, были, понимаете? А ещё хотелось спросить, есть ли эффект, если пить упарину мочу? Ну, это уже вот человек думает, что вот это. Вы должны понимать, что она будет делать против гепатита, против герпеса, против хламидии, против молочницы. Вы как-то должны рассуждать, а потом уже использовать. Я натираюсь мочой раз в день. Натирка мочой раз в день. Что она даёт? Она даёт энергетику организму. То есть на коже образуются микроконтакты, через которые в организм поступает энергия. Значит, это может быть, вот как я вам сказал, просто слова. Для тех, кто это не пробовал, не знает, и у него в голове такое. Но тот, кто пробовал, тот совсем сразу же поймёт, о чём идёт речь. На голоде никаких сердцебиений, энергии достаточно. Просто от того, что человек натирается мочой. Потом можно её там смыть. Ну, так это дела. Спасибо большое, дорогой Генеша, за ваши советы и консультации. Постоянно смотрю ваши ролики, они мотивируют. Вы много трудитесь почти каждый день. Выпускайте ролики, у которых очень много информации. И вот, наконец-таки, самое последнее письмо, это то, что... А ещё из положительного, со стороны здоровья, сейчас нет запоров. Всю жизнь с ними мучилась. Вот оттуда-то, с самого начала, девчата, ребята, как только у вас возникают запоры, если вы не понимаете, что это такое, выпускаете жизнь на самотёк, значит, через 5, через 10, через 15, через 20 лет, 25, вы закономерно подойдёте и к желтухе, и, значит, к молочнице, и к листам, и к ГРПСу, и, в конце концов, и к онкологии. Поэтому, поэтому, следите за собой вовремя, чтобы это всё поменять. То есть, не допускайте себя до вот таких крайних черт, за которыми возникают серьёзные заболевания, которые начались с пустяков, на которые вы внимания не обращали. На этом я заканчиваю. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.